Итак, всем привет, это 49 серия нашего прохождения игры Dragon Age. Origin в составе Ultimate Edition, уровень сложности Nightmare. Мы, собственно, заканчиваем, по-моему, квесты в Арзамаре. Как, кого мы с собой возьмем? Так, ну, Шима возьмем, Алистера, понятное дело. Ну и пусть пойдет с нами Морриган, пока что. Отправляемся в Морозные горы. Нам сейчас надо с Беллином поговорить, и он нас пошлет куда-то. Блин, почему меня все время на самое начало локации отправляют, непонятно. Хотя я нажимаю, вроде бы, чтобы меня сразу же телепортнуло в Арзамар. Ну, ничего, не беда. Добежим. Так, продавать нам нечего, покупать нам нечего. Закупились мы склянками всякими разными. Кстати, Морриган, сделай-ка нам сильных припарок. У нас сильные припарки. У нас не одно и сильные припарки, а нам нужны большие и сильные припарки. Так, сильные припарки. Ты можешь делать сильные припарки. Что для тебя для этого нужно? Так, пять эльфийских корней. Склянка, реагент, две штуки. Концентрирующий реагент, две штуки. Нормально. Давай штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, девять, двадцать. Хватит? В общем-то, наверное, хватит. Остальное всё на большие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Но у нас Алистер ещё может большие целебные припарки делать. Так что давайте ещё десяточку таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, всё. Реагент для возгонки кончился. Ну, тогда. Что, большую я тоже не могу? Да? Хм-м-м. Могу только вот такую. Давай такую. Потому что у нас уже обычные целебные припарки на нас плохо действуют. Ввиду того, что у нас очень много здоровья. В бою лучше всего применять уже большие, а лучше сильные. Потому что они восстанавливают там по 150, по 180 хп. Это примерно половина. Алистер. 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 Морриган, 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 Морриган как всегда Ну, вроде как уже должен бы нас отправить на глубинные тропы Так, куда тут надо топить-то? Так, вот я приперся Вот сюда, по-моему, да? Да, алмазные залы Это у нас по правую сторону Блин Так, так, так Арманд А где тут, кстати, этот А, вон Так, где этот дядя в натуре Так, нам надо куда-то туда, по-моему, да? Нет? Ну да, вот он торчит Вот тут вот С ним надо По этому поводу поля-лякать Насечет того, какие мы молодцы Ну, вот тут вот Ну, ты просто расчистил себя Они говорят по-моему, как человек finalmente пошел в Дазст Таун и захватил карта, как Дженлок м-м-м это немного поздно, чтобы вы обеспечиваете себя. Вы делаете в городе огромное служение. Я предупреждаю, что, когда я беру трону, я отправлю тропы, которые вы нужны. м-м К сожалению, я не могу сказать когда. Многие дэшеры понимают, что закончат Джарвия. Перамонт still держит большую loyalность. Нужно что-то более... драматическое, чтобы перемещать баланс. Что ты знаешь о парагон Бранка? Она парагон. Парагон, девушка из Смит-каста, которая росла к нобилитам для ее прекрасных инвенциях. Два года назад, она слышала о что-то, что антицы создали. Это впечатляет ее оставить все остальное. И вдохнуть в древние дороги. Она единственная парагон в четыре года. Она повернулась на свои обязательства. Парагон, как родственник в этом времени. Если она вернулась, ее выбор будет отверстия всю группу. Угу. Кстати, да. Она умерла целый дом с ней. Дедикатая к своей защитности. Но количество руинок still intactов. Они могли прожить много времени. И Харомат тоже смотрит. Это слишком рискованно считать, что она死на, только для того, чтобы его принимать кредит за найти ее. Ах, воно что. Понятно. Ах, воно что. Понятно. Я никогда не скажу так. Она парагон. Это моя обязанность, чтобы ее защищать. На другой стороне, мы должны обеспечить ее решение. Если она любит оставаться в Древних Родах, вместо того, чтобы помогать ее правительным куриным курицам, мы должны поддерживать ее. В любом смысле необходимо. Я не знал ее лично. Два года назад я был считан ребенком. Не один, который принадлежит с Орзамаром. Из-за того, что я слышу, ее интеллект был неправильным. Но социальные грешки были... ...знах в виду одного, который так подарил. Ну, пошли. Мы там уже были, кстати. Мы там уже были, кстати. Их не было. Может быть, с твоей экспертизой, вы сможете найти, что мои мужчины не могли. У меня есть мои благодарения. Возьмите ее в Кэрридене. Я попробую длазить выбор, пока вы вернете. Мы готовы полностью. Готовы к этому. Мне в какую сторону? Сюда, по-моему, да? Нет? Да. Так, теперь... ...повернем сюда и идем на глубинные тропы. Я полностью подготовился. Да-да-да. Да-да-да. Кончай свою пропаганду. Так, по-моему, нам сразу сюда, да? Вот здесь, по-моему, выход на глубины это тропа. Ох, как красиво будет. Транжер! Ты видел грей-ворден? Я слышал, что он... ... или была она... ... вы понимаете, что это было несколько флагов назад... ... был выбирать, чтобы искать Бранко на принцессе. Блин, а голос Александр Груздево ему лучше подходил. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, если ты лучший человек, то есть стандарты, что-то умерло. Но я думаю, что это человеку, Орзамар. Я скажу, я тебе предложу, что-то? Вот именно. Вообще о тебе ни разу не слышал. Я знаю, что Бронко хотела, и как она смотрела. Ты, вероятно, знаешь все, что Бейленд скатцов обнаружил, где она исчезла. Если мы уйдем на обучение, мы встали на chance найти Бронко. Не захватил ему. Доспехов хороших я ему не захватил. Ну ладно. По-моему, честная сделка. Ты должен знать, что Бронко смотрел на анвел из ваги, секрет для строить голлама, который был потерплен лет назад. Смит Керраган построил. И с ним Орзамар получил 100 лет свободы, когда он был защищен на анвел. По-моему, кто знает, анвел был построен в старой Ортан. Бронко планирует начать посмотреть там, если она никогда ее найти. Все, что она знала, было, что это был последний Керраган. Никто не видел эту анвел за 500 лет. Почему? Мы взялись и взялись, до того, как она уехала меня, и взяла всю нашу комнату в глубокую дорогу, на нашу ужасную цель за анвел. Это было ступенькое движение. Если бы я была с ней, она бы вернулась в год назад. Но я ее обеспечу. Если мы идем, давайте двигаться. Бронко не будет начать найти себя. Так я тебя могу брать или я тебя не могу брать? Ладно. Иди сюда. Вот так вот пойдем. Так. Ячейки тактики. Так, посмотрим, что ты умеешь. О, кстати, у Алистера уровень. Какая прелесть, блин. Я тебе хотел классную щитовую оборону сделать. Насколько я помню. Да, о. Вот это дело. Так. А ты, Огран, что умеешь? Так. Ну, нихрена он не умеет. Хе-хе. Ладно, давайте попробуем его немножко приодеть. Так. Вот так вот, да. Что-то перчатки усердия. Пусть будет. Так. Латные перчатки нет. Нагрудник. Бери. Будешь, конечно, не очень красивый. Но. Так. А где-то у меня были еще какие-то сапоги крутые. Нет? Нету. Ну, вот это вот. Хотя бы они получше. Сапоги кровавого дракона-то. Думаю, таким образом тебя сделать, да? Так. Так. Что у меня тут по кольцам всяким таким? Нет ничего. Так. Что ты умеешь? Боевой топор. Говно, конечно, то еще. Ну, в принципе, неплохой урон. Ладно. Пусть будет так. Теперь я тебя, наверное, сразу же задарю, чтоб ты это самое не очень сильно расстраивался. Так. Нет. Так. 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 Что тут еще? Да-да-да. Так. Что тут еще? Пиво забирай. Ну, и вроде все, да, больше то у меня ничего такого нету. Великолепный нефрит, кстати говоря, это надо. Вот этой АЕФ зачем? Ну, все равно чтоб она у меня не валялась. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Ну, вроде как все, мы можем отправляться. Небольшой бонус. Это плохо, что небольшой бонус. Так, а у меня где-то есть продуманные подарки, давайте ему сразу их подарим. Ну, я имею ввиду, чтоб он давал хороший бонус мне. Вот так вот, вот, зашибись. Средний бонус. Ну, тоже неплохо. Удобряю наш Огран. Жалко я ему, конечно, никакого оружия не припас. Я что-то забыл про это. Вот про него я совершенно забыл почему-то. Погнали. Кстати, а может я помнится про это дело разговаривал. Солдат, солдат, солдат. Ух, пошли. Так, че там у нас? Здесь мы были. Перекресток Каридина. Ну, погнали до перекрестка Каридина. Я так понимаю, я могу в любой момент в Арзамар вернуться потом, да? Ну, да. В общем-то. Перекресток Каридина. Я не верю, что Бейлин в самом деле удалил эту месту. Это было бы одним из самых больших кроссов в старом Эмпире. Ты можешь получить куда-то здесь, включая Ортон Тайг. Угу. Что такого важно, вот, кстати. Это дом Каридина. Парагон, который сделал Эмпир. Он был Ортон, когда он нашел его собственное место. И даже тогда, он проводил большую часть его времени в их Тайг. Ранка считал, что это был лучший представитель, где Эмпир был. И это был лучший. Что это было? Что это было? Ну и кто-то, Каридин, не знал больше, чем это было бы что-то такое-то, что это было бы что-то. Каждый голум, кто-то рождал в Эмпире, было врезан на стиле. Но никто-то не знал, как они были сделаны. Но, Бронка, уверена, что она мог узнать. Не знаю. Хм... Хе... Только Бронка — героиня. Самый знаменитый парагон, который встал от Смит-Каста. Он построил Анвил. И он — единственный, кто никогда не знал его секрет. Он был Ортан, before he found his own house. И даже тогда, spent most of his time в их тайге. Бронка думал, это был лучший представитель, где Анвил был. Документы просил найти. Нуууууу... Тх... Бронка сыграла какие-то мапы . Он немного сложен, но намного чего же раздален, чем тем, что я могу понять, мы в правильном пути к Ортан-Тайгу. Не одна. Но поверьте мне, Мы будем, когда мы были на дороге к старой Ортан Таиге. Она была в доме Керридан. Я ждал, чтобы кто-то сказал это за два лет. Робинный охотник, родовой враг, угроза ноль. А ты, вы кто такие, пацаны? Эльф-наемник, наемный громила. Ясно. Так, ну тут, конечно, довольно все плохо. Их три, их трое, да? Так, Алистер, иди туда. Ты иди сюда. Ты иди сюда. Я сам пойду тоже эльфу гасить. Ай-яй-яй. Сука. Слушайте, что вы делаете-то? Ничего не делаете, да? Давайте-давайте. Давайте-давайте. Блин, что-то Шейла там не очень хорошо. Шейла. Кто тебя так гасит? Давай, малую целебную припарку, чтобы она мне тут не маячила. Так, угрон, молодец. Малестер, идешь на помощь угрону, а я сам пойду на помощь Шейле. Ай-яй-яй-яй-яй! Согласись! Да. Какой шейле? Один. Да. Угласись! Да. Угласись! Да. Ай-яй-яй! так все-таки шейла у нас а нет угран уехал нифига себе за плохо так ушел алистер молодец алистер держит болин не успел твою мать как же так это плохо главный шейл и алистер выдержит блин там еще один эльф был я думаю мы его убили вот в чем проблема давай подавление мат на чё 2 2 аптечки минус да ладно еще и алистер умер счета тут вообще жестко так и игра взяла и вылетела блин твою мать но там мы все равно по эту просирали уже конкретно так гасим эльфа в первую очередь это гребанного эльфа блин давай давай так все гасим эльфа блин вот просто чтобы это шняга вообще чтобы не это не рыпалась даже давай пошли готова еще один есть да вроде нет нет и 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 готова и все прям вот скопом будем их гасить этих пиздец пиздюков нафиг сволочи такие нехорошие так что я могу еще смертельный удар давай ушел все и даже никто не помер отлично надо всегда так и действовать так мало ледяной нам собственно не особо нужен где там этот эльф наемник блин я думал что тогда точно думал что я убил так у тебя вообще когда будет новый то они когда собственно очень не скоро будет у тебя новый уровень так но тут уже как говорится время защищать себя по полной поэтому надо мишку то вызвать так и надо сохраняться потому что блин так сохранить игру так вот сделаем так здесь есть два входа куда именно они ведут один туда один туда какой именно лучшим пойти а ну вот сюда где глубинные охотники заманивает заманивает сукин сын ну ничего мы тут разберемся начинается жара так идите сюда блин тут конечно мориган бы пригодилась с ее заморозкой ну да ладно черт с ним так ты да ты бей уже молодец так а ты чё ты бей этого нормально так и и и и и и и и и Отлично, разбираем потихоньку. Что-то Шейлу очень гасит так конкретно, я уже заметил. Отлично, вообще замечательно просто. А ты вообще восстанавливаешь ХП-то? А, ну вот, наконец-то. Ну очень медленно, кстати, восстанавливают ХП. Так, где-то тут был окровавленный мешок. Вот оно, добро. Голова в мышке. Что у нас тут дальше, два входа есть, туда и туда. Допустим, мы пойдем сюда. Еще глубинные охотники. О, ты посмотри, засада. Давай, Огран, вали, медведь. Помогай. Шейла, вали, Алистер, помогай, да, все правильно. Гасим. Огран там справляется, молодец, Огран. Так, все что ли, да, походу. Готово. Готово. С них ничего не выпадает, а там печально. Так, там у тебя что-то вижу. Слушай, камень. Еще какой-то камень. Еще охотники. Один? Да не может быть, чтобы один. Вот и все. Делов на копейку. Опа-па. Офигенно. Как тут хорошо-то у нас. Так, помогите. Позязя. Позязя, помогите. Так, ну, Алистер пришел на помощь. И Огран, похоже, бежит на помощь, да, нет? Нет, Огран здесь. но она в принципе я думаю она сама разберется особо тут нет ничего это хоррэ уже ну давай-ка смертельный удар что-ли готово алистер медленно медленно разбираешь медленно готово лично что там какие-то расколовшиеся камни были пойдем посмотрим кей юшки только те камни а вот кодекс а летописцев плюс 50 опыта вещь полезная что у нас здесь глубины гриб особо не нужно но продадим так это все зачем мы сюда ходили до больше туда некуда польши пойти я так понимаю ясно здесь вот есть какая-то пещерка пойдем с галяем с галяем пойдем взглянем что там за пещерка такая так правильно и туда правильно иду куда-то пришли так я думаю что там нас ждут вовсе не глубинные охотники а скорее всего горлоки или как его их там ну да вон они стоят красавцы так пошли тогда посмотрим что там в другой каверне здесь понятно похоже что мы по сюжету приперлись я хочу посмотреть что еще там в пещере было так не ту сторону ну да а вот тут вот еще что-то было смотрите-ка ну ка я чё-то и это делал пропустил как-то сундучок понимаешь гном и булава камушек черный медведь так ну и все да тут больше некуда все тут завалено никуда не пройдешь лад ненько идем тогда выходим вон в эту вот надо загонять посмотреть что там а вдруг что полезное то что там в этом наверняка эмиссары сволочи у этих упорождений тьмы то это неприятные товарищи в общем да с другой стороны если мы их сразу разберем то он нормальным будет какого-то я вижу какого я вижу тут тоже они же порождение тьмы ну как бы эмиссары я не вижу так где то тут есть чувак который любит стрелять так это обычная Разбираем их, готово, готово. Мы тут даже можем восстановить здоровье да я так понимаю вообще отлично а там еще куча народу и вот там вот но наверняка есть эмиссар чертов продадим продадим что это такое вот костровая яма письмо совершенный а стоп это у нас кодекс блин а где ну фигни эти а вот кодекс заметки может здесь где блин тут задаваешься искать короче фиг с ней чем мне не нравится здешний кодекс это действительно черт его знает как его искать так а зря я наверно в войта вступил так быстро так вожак вот эмиссар есть один так 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 ага а 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 так так давайте-ка сделаем другую ножка карту чего дальше нельзя да тут не видно ни жопу вот так атакуем все его где она в этот по-моему блин почему больше не лезет и короче а начать давайте быстро разбирайте короче а ты иди туда такой хрен это этот фигеть страдает где-то вот она вот она атакуй так ты идешь атаковать молодец ты тоже идешь атаковать эмиссара и ты бросаешь все тоже идешь атаковать эмиссара все вот теперь хорошо давай 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 погнали готова эмиссар дохнул эмиссар сдохнул так теперь ты идешь туда ты идешь туда ты идешь туда ты идешь туда оглушенный блин это плохо готова так кого тут у нас все плохо то у тебя все плохо тебе надо целебную припарку хлебнуть а тебе я даже думаю надо хлебнуть тоже но маленькую вот так вот кей такое а ты то чё да чё ты чё с тобой это творится то смертельная а не может лечиться понятно тварь такая не может она лечиться давай 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 не фиг что творится так кто здесь угран с шейлой против одного или двух вот против одного да блин атакует и ё-моё встала она ты куда ты встала ты ну ё-моё ешьте атаковать говорю а его просто убили отлично да вроде норм разобрали всех вожак не сагрился я так понимаю есть какие-то сундуки надо их посмотреть полутать так заберем да вот он вот здесь вот стоит такой и мешает падла а почему он не согрелся непонятно так давай сразу маленькую припарочку ограну обычную припарочку тебе вот так вот и пойдем мы пойдем так у нас похоже мишка ты сдох ладно мишка не страшно иди сюда где ловушку это обычно эти ловушку капкан да не страшно как отчета не бьешь ты его давай вот молодец теперь шквал ему пропиши что такое а вы откуда взялись я не понял да чё такое их тут не было же ну понятно дело что ее убили все я вообще не видел чтобы она то просто это было короче идем буренька разбираем сволочу к этих давай 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 пошли баренька у вас тут до хрена просто так шейла и припарку пригодится угран бьешь да бей-бей-бей-бей-бей-бей так нас тут взяли в клещи причем в такие довольно таки неприятные то есть просто тупо расстреливаю давайте вот с этого начнем нам нужно убирать лучников готова так уграну сейчас будет плохо а я я я я я я яй да заткнись ты не то уграну надо не круто так атакуя этого и ты атакуя этого огран выпил припарочку молодец атакуя этого готов готов так сразу же атакуем этого готова так ушел и ушел и нет шейла 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 целебный припарка блин какая засадная была просто от 2 я бы сказал их тут пять человек да блин я же тебе я отменил да понятное дело что отменил то какого хрена ты же ты же помер чем они его их то показывают блин целебная припарка давай алистер болит молодец шейла вали молодец готова сразу же вот этого раз он тут остался да ну тебя что-то промахиваешь молодец молодец промахиваются еще понимаешь давай погнали погнали этих надо гасить окей а и а и и а и и и по-моему все так соня встала где у нас огром валяется вот он здесь прилег отдохнуть у жестко было жестко очень жестко было ну надо же сразу наспаунил сколько блин этих тварюк то так от почему так плохо восстанавливаю здоровья это очень странно восстановит ох сундук а как я его пропустил понял юмора здесь лежал сундук стоял вернее а я его пропустил а тут тоже целых 21 серебряная монетка